Тикток в США уже заблокирован, его там, допустим, я не знаю. И пи***ц, и тикток, блядь, решает за нас, что нам смотреть. Это ж, пи***ц, ты не можешь, пи***ц, выбрать какой-то определенный ролик. Там ролик за два часа что-то набрал около, я не знаю, 12 тысяч лайков. Я подумал, но потом я посмотрел его тикток вот этот вот рекламный. А тут они еще и пи***ц, рекламку покупают в тиктоке. Ну, пи***ц, бись, ребят. Ну вот мы так... Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Вся наша жизнь в последнее время это тикток. Понимайте, как хотите понимать, потому что я сам не знаю, что я хотел сказать всем вот этим вот своим словом. Наверное, то, что, знаете, торисы вот эти вот все в Инстаграме, там, ВКонтакте и еще где-то, они просто превратились в репосты вот этих вот всех видосов с тиктока, блядь. Ну, это пи***ц. На самом деле, мне это нравится, это намного получше, чем чуваки, которые там, знаете, своим говорящим вот этим ебалом рассказывают. Вот, я сегодня ходил в ЦУМ. Нет, я сегодня ходил в ДЛТ. Там я купил себе дохуя модного лута, чтобы у меня был крутой лук, типа. Блядь, это вообще пи***ц. Я такие слова, чтобы, блядь, вот это вот предложение сказать, я вот эти вот себе модные слова в телефон записал. Это не шутка, серьезно, кстати. В моем Инстаграм-аккаунте я вот делюсь вот этим вот своим словариком время от времени. Там какие-то слова пополняются, какие-то не пополняются, все прочее. Поэтому, если вы хотите за этим следить, разумеется, подписывайтесь на мой Инстаграм-аккаунт. И, кстати, у меня тоже есть ТикТок, но не подписывайтесь туда нахуй, потому что я дальше объясню, почему. Дело в том, что я ненавижу ТикТок. И вот я бы хотел, чтобы его на самом деле заблокировали, вот как это, допустим, сейчас, там, завтра или послезавтра, или, я не знаю, может быть, когда вы смотрите данный видеоролик, а скорее всего, когда вы смотрите данный видеоролик, то ТикТок в США уже заблокирован. Его там, допустим, я не знаю, нельзя скачать, там, я не знаю, можно удалить, допустим, сделать какие-то прочие вещи. Ролики, там, посмотреть нельзя, нельзя сделать еще какие-то вещи. И, в общем-то, ну, вот что-то вот такое вот из-за всего этого. И, типа, ну, я бы хотел, чтобы у нас сделали точно так же. Я не знаю, куда наш президент в данном случае смотрит. Занят, наверное, какими-то более важными делами, потому что, ну, блокировка ТикТок, а с этим мы еще, я думаю, доберемся. Потому что это, блядь, ТикТок, блядь, ты туда, блядь, захожешь, пропадаешь просто к хуям, причем не узнаешь чего-то нового, абсолютно дегродный, абсолютно ненужный, блядь, контент. Это калька просто с каких-то пиздатых видосов с Ютуба и все. Я не знаю, причем, ты ж, блядь, мы ушли с телевизора, чтобы выбирать на Ютуб вот что нам смотреть. И, пиздец, и ТикТок, блядь, решает за нас, что нам смотреть. Это ж, пиздец, ты не можешь, блядь, выбрать какой-то определенный ролик и посмотреть его. Пиздец, ты просто листаешь, блядь, в поисках чего-то интересного, но чаще всего там какая-то просто хуйня, которая, блядь, это у меня так бомбится этой хуйней, тем не менее, ладно, я, блядь, я ненавижу ТикТок. Знаете, в чем дело? Дело все в том, что Сантропе или какой-то еще, сейчас, подожди, я проверю на всякий случай, подожди, ну мало ли что. В самом деле, я могу немного, возможно, ошибиться, я могу там сделать какие-то прочие вещи. Вот, поэтому я сейчас зайду в ВКонтакте в Live Mobile и посмотрю, действительно ли там было Сантропе Рулиплей со всем вот этим вот Ютубером, со всеми вот этими ТикТокерами, с прочими вещами. Да, дело в том, что Сантропе Рулиплей, они взяли рекламу у какого-то популярного ТикТокера, Зукинов, Закинов, Закенов, я не знаю, блядь, их никнейм просто, это пиздец. Там ролик за 2 часа что-то набрал около, я не знаю, 12 тысяч лайков, 140 комментариев, какие-то прочие вещи, и типа, блядь, ну ТикТок это, блядь, это вообще, это ебаная хуйня. Тем не менее, ладно, я не хочу, чтобы ролик скатывался в эту хуйню, чтобы в комментариях опять вот эти вот все молодые обывалы писали, бля, он весь ролик через слово говорил, бля, и говорил ТикТок хуйня, ТикТок хуйня, бля, диз, я не знаю, как такого душного чела можно смотреть, отписка, дизлайк, при том, что он не был подписан, и дизлайк он, кстати, скорее всего, не ставит. Но это так, типа, это ладно. И, понимаете, дело в том, как бы я ненавидел ТикТок, я могу понять вот этот вот весь мув разработчиков, вот этого вот всего, знаете, проекта с антропой рулиплей, потому что понятно, что в телефончик, в телефончик вот эти все игры, и в сам пандроид, потенциальные игроки, они, разумеется, ну, все это делают в телефоне, с телефона, и, типа, ну, вот в ТикТоке самая, наверное, оптимальная аудитория для того, чтобы их завлекать куда-то в сам, возможно, с антропой, возможно, какие-то прочие вещи. И дело в том, что в ТикТоке, ну, блядь, а кто вообще подписывается на людей в ТикТоке? Вот, блядь, это же пиздец, там же есть специальная лента, блядь, и все, а кто на них подпи... Типа, у меня тоже есть подписки на людей, но просто они настолько какие-то, я не знаю, пиздаты, что я захотел на них подписаться, но, наверное, этот чел тоже пиздатый, я подумал. Но потом я посмотрел его ТикТок, вот этот вот рекламный, блядь, я его в целях того, чтобы вашу психику не травмировать, я его сюда вставлять не буду, потому что это пиздец, и я смотрел, я думал, блядь, чел, наш пиздец, блядь, 2 миллиона подписчиков, блядь, это... Ладно, неважно. Дело-то все в чем? Дело все в том, что Сантропе после всего этого хода начали, так, знаете, хейтить, мол, блядь, и так РП нету, и так у нас ничего нету, нас обделили, блядь, нам есть ничего, так далее, тому подобное, а тут они еще и, блядь, рекламку покупают в ТикТоке, ну, заебись, ребят. Ну, вот мы так точно поднимем уровень ролеплея, так мы точно, знаете, вот, заполучим то, что нам нужно, сделаем все, что нам можно, сделаем все, что нам не можно, делаем какие-то прочие вещи, и все вот это вот, знаете ли, прочее. Они начали писать, я такой, типа, вы что, дебилы, блядь, ну, понятно, что ТикТок, там, вот, самая вот эта вот аудитория для ГТА-сампа, и никак иначе. И всегда так было, всегда так есть, всегда так будет, что ТикТок смотрят дети исключительно, там, какие-то, я не знаю, вот эти вот феминистки, блядь, ЛГБТ-активисты, просто какие-то непонятные дети, блядь, женщины, мужчины с какими-то, возможно, психическими отклонениями. Лично я, ну, типа, его угарно посмотреть, но это при том, что, блядь, он просто нихуя, это как ленты Инстаграма полистать, это как прочую хуйню сделать, при том, что ты не узнаешь ничего нового, и при том, что это, блядь, полная хуйня, там, чуваки за 15 секунд высирают вот эту залупу, и все ее, блядь, смотрят, это пиздец на самом деле. Однако, я могу понять вот в данном случае ход, как я до этого сказал, то есть, ну, ход абсолютно гениальный, потому что, ну, в ТикТоке как раз-таки и сидит вся вот эта вот аудитория Сантропея, я думаю, что выхлоп с этой рекламы будет пиздатый, даже если ролик наберет, ну, 1100 просмотров, потому что дети, они пиздец какие активные, они где-то услышат, где-то увидят, где-то там еще у них что-то всплывет, и они такие, блядь, Сантропе Ролиплей, вот это проект, вот это я понимаю, вот там-то все, блядь, у меня будет. Заходит, скачивает и попадает в ловушку GTA Sampo, GTA Sampo, всего прочего, играет там до старости лет, у него уже жена, у него, блядь, дети, он до сих пор там, я не знаю, в Sampo, на Сантропе Ролиплей таксует, в общем-то, как-то так. Однако, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, IP Arizona Roliply Phoenix, сервера, на котором я играл, сервера, на котором я снимал, вся эта информация находится в описании, там же в описании мой промокод, там же в описании мой никнейм, а там же в описании все прочие вещи, вот. Да, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока, вот, всем до свидания, вот. А увидимся тут же завтра в 20.00, вот. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok